В Сахалинском зоопарке пополнение в вольере мелких хищных птиц поселилась серая неясыть. Краснокнижную птицу приютили после травмы, которая стала причиной потери зрения. О том, как специалисты ухаживают за совой, расскажет Наталья Полчаева. В мае пернатого хищника застал врасплох удар потока воздуха, проходящий мимо машины. Неудачное приземление повлекло травму головы. Впоследствии птица ослепла на один глаз. Ее единственным спасением стала помощь ветеринаров Сахалинского зоопарка. Питает хорошо. Анализы провели по штатному расписанию. То есть там все, скажем так, болезни исключили, которые опасны для человека от животных и наоборот. Перевели в вольер. Обитание птицы в естественной среде пока стоит под вопросом. Ветеринары утверждают, что полученная травма отразится не только на добычу пищи, но и на взаимодействии с другими пернатами. Она летная, все в порядке, но вот это то, что у нее нет зрения на один глаз, может ее выбить немножко среди других своих сородичей. Они могут ее не принять. Все-таки животные чувствуют таких больных или раненых животных и пытаются их убрать. На воле у совы довольно разнообразное меню. Угощения в зоопарке тоже не отстают. В изысканный рацион входит исключительно живой корм. Больше всего хищник предпочитает мелких грызунов, рыбу, мясо птицы или говядину. Хороший аппетит и активный образ жизни говорят о поправке пернатого во время реабилитации. Сейчас неясность живет по соседству с болотной совой в просторных апартаментах. Птицы сразу же сдружились. В дневное время вместе спокойно сидят на присаде. Ночью же активно летают по вольеру. Прием пищи у пернатых хищников тоже совместный. Как отмечают специалисты, за угощения пока что конфликтов не наблюдали. Останется ли сова под опека специалистов, зоопарка станет известна через полгода. За это время она должна пройти полную реабилитацию. В случае, если зрение проявится, продолжать существование хищника будет в естественной среде. Наталья Полчаева, Руслан Ширяев, Илья Назаров, Солнце ТВ.